Привет, друзья! Я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. В моем видео, посвященном обзору сеттинга Ravenloft, я спросил, нужно ли делать видео, посвященное улучшению Curse of Strat и игрового опыта по сеттингу в целом. Мне сказали, что нужно, и вот я здесь с этим видео. Скромно замечу, что у меня достаточно неплохой опыт вождения по Ravenloft. Причем как по оригинальному сеттингу, то есть модулю i6 и большому набору, так и по демипланам ужаса и относительно недавно вышедшему Curse of Strat. Я считаю, что с Curse of Strat авторам удалось самое главное – сделать Боровию снова интересной и при этом не загружать мозг для факта наличия других демипланов ужаса, а также необходимостью копаний в сурсбуках по ОНОМ, чтобы найти необходимую информацию. И да, проклятье Страда я вожу по ДНД, могу водить по Pathfinder'у, да если понадобится, даже и по вампирам повожу. Потому что в моем понимании Ravenloft – это в первую очередь атмосферный сеттинг, и потому может совершенно спокойно не зависеть от остальных игромеханик. Что же касается улучшения этой кампании, то у каждого по данному вопрос свое видение, и я постараюсь раскрыть общие моменты. Ну а если вам будет интересно и будет таковое желание, то напишите в комментариях, и я сделаю видео, где я расскажу еще больше про Ravenloft и его готического повелителя. Первое и самое главное, что вы должны понять, садясь играть в Curse of Strat, это то, что эта игра не про славу, экспу и завоевание новых королевств. Это очень крутое и динамичное в плане сюжета приключение, где используются все основные штампы готического ужаса, от вампиров до оборотней, от летучих мышей до мумий и так далее и тому подобное. Это огромная песочница, позволяющая вашим игрокам проходить приключения так, как они считают нужным и в том ключе, в каком они хотят его проходить. Но также это весьма жестокое, чужеродное и отталкивающее приключение, поскольку очень часто ваши игроки будут оказываться в ситуации, когда они столкнутся с такими напастями, которые еще очень-очень долго будут им не по зубам. Но если вы надеетесь, что в Боровии вам дадут спокойно и безнаказанно исследовать и сражаться с противниками, когда вы считаете это необходимым, то вас ждет очень печальный сюрприз. И если подходить к Ревенлофту с точки зрения традиционного лута и экспы, то огорчений будет еще больше. Давайте попробуем разобраться, кому же стоит играть в проклятие страда и вообще приключаться в Ревенлофте. Во-первых, вам должны нравиться готические клише и штампы. Без этого в Боровии просто делать нечего, и вы реально от тоски помрете. Во-вторых, отыгрыш, расследование и построение отношений с неигровыми персонажами должны в вашем сознании превалировать над исследованием подземелий и традиционным криком ДМ, где мой лут с экспой? В-третьих, Ревенлофт – это нарратив, и это история, которая приводится в движение персонажами, которым приходится как раз развивать те самые пресловутые взаимоотношения с плеядой самых разных и самых невероятных неигровых персонажей. Далее, вы должны наслаждаться умением устанавливать перед собой цели и достигать их. Это важная часть приключения в Боровии. А еще, в идеале, вам должно нравиться противостояние с могущественным и, с первого взгляда, практически непобедимым противником. И если после всего этого вы все еще считаете, что проклятие Страда вам подходит, то позвольте мне дать вам несколько советов о том, чего стоит и чего не стоит делать в Ревенлофте. Начну с самого простого. Дерзкие приключенцы и садистичные бомжи-убийцы в Боровии долго не продержатся. Тут дело в том, что вашего антагониста и так против вас козырей полная рука, а если вы начнете уничтожать самое главное, ресурсы в виде потенциальных союзников, то это путешествие закончится очень и очень быстро. Я уж не говорю о том, что вы испортите все удовольствие от игры остальным игрокам, то есть тем, кто готов вкладываться морально и интеллектуально в то, чтобы их персонаж расцвел в этом мрачном сеттинге. И из этого вытекает мой второй совет. Пожалуйста, сфокусируйтесь на развитии вашего персонажа и помните, что вы – это не он. Помните, что кампания по Ревенлофту – это дело долгое, и будет весьма интересно, если за это время ваш персонаж вырастет в личностном плане. Взаимодействуйте с остальной партией, и не только в формате боевки, то есть превращаясь в боевую группу, а именно взаимодействуйте как персонажи. Узнайте об их страхах, желаниях, каких-то мечтах и устремлениях, и как бы это реализовать все здесь, в Боровии. Будьте умными игроками, многих противников здесь не победить лобовой атакой, и вам потребуется вся ваша смекалка, хитрость, а также тактические и стратегические навыки, чтобы одержать верх. И не будьте апатичным или поочечайне злым персонажем. Здесь и без вас все плохо, и шансы на выживание у партии абсолютно минимальны. А если еще и вы будете им активно гадить, то можно и вообще не начинать играть. И при этом вы сами у себя воруете прекрасную возможность пройти весьма интересную историю, и получить абсолютно уникальный игровой опыт. Не обязательно быть рыцарем в сияющих доспехах, который бросается на помощь каждому встречному поперечному, но и злодеем-чудаком быть тоже не надо. И последнее, если у вас хрупкая психика, то все-таки проклятие страды я бы посоветовал вам избегать. Боровье – это очень мрачное место. Здесь угнетают детей, убивают, вас преследуют. Иногда ситуация напоминает изнасилование или сексуальное домогательство. Ваш разум могут взять под контроль. Вас могут обманывать и вводить в заблуждение, чтобы добиться каких-то очень грязных и зачастую откровенно мерзотных целей. Здесь есть место пыткам, расизму, дискриминациям, инцесту, некрофилии и огромному количеству тем, которые сейчас принято заносить в так называемый X-лист и оговаривать с ДМом. Ну а если это вас не напугало, то тогда добро пожаловать в Рэйвенлофт. Здесь будет больно, здесь будет страшно, и выхода у вас не будет. И для начала давайте немного поговорим о самом страде фон Заровича, то есть главном антагонисте всего приключения. Начнем с того, что образ вампиров в современной медиа и искусстве абсолютно и, по-моему, просто идиотски романтизирован. Скажем, в кавычках, спасибо сумеркам и макуатуре от других авторов того же типа, благодаря которым многие считают, что любая игра, где фигурируют вампиры, это розовые сопли для подростков. Позвольте мне совершить небольшой экскурс в историю и поведать вам страшную тайну. Раньше, когда секс и половые связи были табу в литературе, образ вампира использовался для изображения насильника, но только вместо Саити он аучит крови, что в принципе одно и то же. А еще вампир – это отражение абсолютного идеального мужчины. Он богат, он влиятелен, он красив, он силен и поэтому он весьма востребован у женщин, даже несмотря на его негативные черты. Более того, его негативные черты делают его еще более притягательным и загадочным в глазах женщин. Отсюда мы получаем всевозможные романтические линии с вампирами и желание отдельных игроков не бороться со Страдом, а, скажем, стать его возлюбленной, королевой, консортом. Ну, вы поняли идею. Но на самом деле, когда аучное и жадное существо получает возможность реализовывать свои фантазии, мы получаем таких чудовищ, как Страд фон Зарович. Ну или представьте себе современных богатеев, политиков и звезд, которые печально знамениты всевозможными двусмысленными инцидентами. Это тоже классический пример. Но самое интересное, что я считаю, что Страд не социопат и не психопат, как почему-то его некоторые характеризуют. То есть он злодей, но злодей, который умеет отлично сам себя оправдывать, и более того, благодаря его ауре мужественности и загадочности это выглядит еще и романтично. А еще у него огромное количество черт характера, которые делают его уникальным и очень интересным в плане отгрыше ДМом персонажа. Во-первых, он невероятно порядочный. Если вы вспомните, он угробил свою молодость на то, чтобы быть хорошим сыном, отличным полководцем и всячески выполнять волю своего отца. Если вдуматься, он уважает закон и единственный раз, когда он его приступил, это было в день убийства Татьяны и Сергея. И опять же, он придумал для себя оправдание, почему это случилось и почему он не виноват в произошедшем. Далее, он никогда не наказывает, если не считает, что наказание было заслуженным. Но было ли оно заслужено, решает сам Страт. А еще Страт не ужет. Он может что-то утаивать ради собственной выгоды, но открыто уграть, до этого он никогда не опускается. Да, у него есть альтер-эго, но один глоток алкоголя не делает нас алкоголиком. А иначе нам придется признать, что добрые половины героев наших сказок это такие же, как и Страт в кавычках психопаты. Также Страт очень холоден и расчетлив, что в принципе отражено в его истории. Но при этом он не агрессивный убийца, а все делает расчетливо. И даже смерть Сергея была тщательно рассчитана и распланирована. И забавный момент. Страт действительно заботится о своих подданных. Да, ему плевать на индивидуумы в целом, однако он заботится о них потому, что считает, что они пока еще не заслужили наказания и того, чтобы страдать. Так что это действительно забота, пусть и исходя из каких-то искаженных моральных ценностей. А так, он даже в детстве не был жестоким, и вся его эта история началась с умерщвления Татьяны и Сергея. Но все это хорошее перечеркивается его самой главной негативной чертой, а именно любовью к своей абсолютной власти и невероятному по силе таланту самообмана. Последнее, кстати говоря, это вообще бич человечества в целом. Я так много сегодня работала. Съем я этот тортик. Или все обгоняют по бочке, и я буду обгонять. Это достаточно невинные примеры самооправдания, и в общем они достаточно безобидны. Но если они станут нормой жизни, то они начнут разрастаться, и страт это яркий пример того, что происходит, когда эти самооправдания выходят из-под контроля и разрастаются до невероятных величин. Еще страт верит, что любит Татьяну, и прекрасно понимает, что стоит ему отказаться от своего вампиризма, и он сможет быть с ней вместе. Но он считает, что без своих сил и красоты с молодостью он будет ей неинтересен, потому что быстро состарится. Но по факту ему плевать на Татьяну, и нравится только власть, которой он располагает. А теперь добавьте к этому гипертрофированное эго, то есть страт, например, считает, что ни одна дама не может ему отказать, и что Татьяна отказалась не потому, что не любила его, а потому что ошибалась и не поняла, и вы получите абсолютно жуткий коктейль. И если бы вдруг у страта проснулось самоосознание и самокритика, и он взглянул на себя со стороны, то скорее всего, следуя своему кодексу чести, он бы просто самовыпилился бы. Так что получается, что все эти свойства и черты характера это не что иное, как защитный механизм. Так что если вы представляете страду своим игрокам, то постарайтесь показать его сложным и многослойным неигровым персонажем с богатой историей и ярким душевным конфликтом, а не грыкающим двухмерным злодеем. И мотивация страда тоже должна быть сложной и многослойной. Он ищет свою потерянную любовь, он пытается найти себе преемника, но естественно никогда не находит, потому что не хочет делиться своей властью. Пополняет коллекцию консортов, получает новые эмоции и знания, и это лишь малая часть того, что должен делать страт в ходе кампании. И не забывайте, помимо Игоряч с партией, у него есть целое королевство, которым нужно управлять, хотя бы немного. Но мне кажется, что у вас уже должно сложиться представление о том, что из себя представляет страт фон Зарович. Само собой разумеется, мои слова это не истина в последней инстанции, и пожалуйста не стесняйтесь делать его таким, каким вы хотели бы его увидеть. Но все же я надеюсь, что хотя бы немного помог вам освоиться, и получить примерное представление о том, какие темы ждут вас в Боровии, и кто там стоит у руля. И если это так, то пожалуйста, поддержите мой канал лайком, подпиской, и комментарием под видео. Все это очень и очень помогает в росте каналу. Ну а если бы вы хотели поддержать материально, то ссылки на патреон, бусти и вконтактовский донат находятся ниже под видео. Я стараюсь выпускать материалы регулярно и ничего не прятать за платной стеной, так что ваша помощь будет весьма кстати. И отдельное спасибо всем тем, кто уже поддерживает мой канал. Спасибо вам, друзья. И на этом на сегодня все. От винта, друзья. До новых встреч!